Тут полдома разнесло, пацаны. БПЛА упал. Это кадры из Санкт-Петербурга. В пятиэтажке на окраине города произошел взрыв. Кроме того, сегодня в выпуске. К могиле Алексея Навального продолжают нести цветы. А российская армия ударила по Одессе. Есть погибшие. Всем привет. Сегодня суббота, 2 марта. Вы смотрите новости «Воздух». Меня зовут Кирилл Седов. Поставьте лайк и подпишитесь. Я расскажу главные новости к этому часу. Утром 2 марта люди продолжают нести цветы к могиле Алексея Навального на Борисовском кладбище. Сегодня утром туда снова приехали матери Алексея и Юлии Навальных. Люди по всей стране и за ее пределами продолжают приходить к мемориалам Алексея Навального. В Екатеринбурге в местном парке появились надписи «Навальный герой». «Путин убийца. Изгой. Нет войне». В Новосибирске местная жительница вышла на одиночный пикет в память о политике. В руках она держала плакат «Его нет, но мы-то живы». Девушка пришла вместе со своей маленькой дочерью. Впрочем, это не помешало силовикам задержать мать вместе с ребенком. У нас происходит задержание Дарьи Горбулеву, которая стояла с плакатом «За Навального увозят» вместе с ребенком. А почему вы увозите ее? Почему задерживаете? Полицейский не дырит комментарии. Дарью Горбулеву обвиняют в демонстрации экстремистской символики. Российские власти борются с памятью об Алексея Навальном не только в реальной жизни, но и в интернете. Со стриминговых сервисов пропал клип «Теперь далеко отсюда» музыканта Васи Обломова, на стихи Леонида Каганова. Песня была посвящена памяти Алексея Навального. В ней есть такие слова. Но время придет, рассудит, сорвет с палачей одежды и сделают это люди, которым ты дал надежду. А на здании российского посольства в Аргентине спроецировали видео с Алексеем и Юлией Навальными под слова из песни Земфиры «Пожалуйста, только живи, ты же видишь, я живу тобою. Моей огромной любви хватит нам двоим с головою». Правозащитный проект ОВД-Инфо публикует обновленный список задержанных в день прощания с политиком. По состоянию на 13 часов по московскому времени задержано как минимум 103 человека в 20 городах. Накануне, во время прощания с Алексеем Навальным, на Борисовском кладбище задержали активиста Александра Масленкова. Позже его избили. Об этом сообщили правозащитники из ОВД-Инфо. Мужчина передал, что находится в ОВД Братеева. Его обвиняют в дискредитации армии. А также он сообщил, что его били и проверяли телефон. В отделе полиции находились сотрудники Центра Э. Они хотели завести на него уголовное дело. Знакомые задержанного рассказали, что он был доставлен в Нагатинский суд Москвы, который оштрафовал активиста на 50 тысяч рублей. Добавлю, что под прикрытием силовиков неизвестные разрушают народные мемориалы Алексея Навальному в российских городах. Тем временем в Мурманске признали само имя Алексея Навальный экстремистской атрибутикой. К такому выводу пришел местный суд, назначивший 7 суток ареста Марине Виктории Нагорных. Она в день гибели политика провела пикет с плакатом, на котором была надпись «Убит Алексей Навальный, его кровь на твоих руках Вова». И вот суд пришел к выводу, что надпись содержала цитата «данные лидера экстремистских организаций». Об этом рассказали правозащитники из ОВД-Инфо. Однако суд так и не смог определить, о каком именно Вове говорилось на плакате. В жилом доме в Санкт-Петербурге на Пискаревском проспекте произошел взрыв. Причиной этого могла стать атака беспилотника, пишут местные СМИ. Это первый случай в городе, когда от атаки дрона пострадала жилая многоэтажка. По данным издания МЭШ, повреждения получили как минимум 5 квартир. Взрыв произошел около 7 утра по местному времени. Вот красноречивые свидетельства очевидца. Ну и вот предполагаемой целью беспилотника была находящаяся неподалеку нефтебаза ручьи. Губернатор города Александр Беглов назвал случившееся происшествие, не упомянув о дроне. Пострадавших, по словам Беглова, нет. Впрочем, Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщает, что за помощью к врачам обратились 6 человек, которые пожаловались на переживаемый стресс. Одной из пострадавших 92 года. Она госпитализирована как раз симптомами реакции на стресс. И это не единственное происшествие с участием беспилотников в России. В Белгородской области трон сбросил взрывное устройство на окраине села Щетиновка Белгородского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, села Щетиновка и Чайка остались без света. А вот в Брянской области под атаку беспилотников попали сотрудники Следственного комитета России в ходе проведения следственных действий в приграничной зоне. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз. Следователь и следователь-криминалист получили ранения. Еще двое сотрудников контужены. И в продолжении темы войны. В Одессе беспилотник попал в жилой дом. Четверо погибших, в том числе трехмесячный младенец, а также восемь пострадавших. Среди них ребенок. Россия снова обстреляла украинские города. Этой ночью сразу в нескольких областях звучали сирены воздушной тревоги. На момент записи этого выпуска как минимум 11 человек могут оставаться под завалами дома в Одессе, разрушенного от удара российского дрона. Такие данные привел Олег Кипер, глава Одесской администрации. Не обошлось без пострадавших и в Харьковской области. Там ранен 55-летний мужчина. Об этом написал глава региона Олег Синегубов. И новая жертва закона о запрете рекламы у иноагентов. Российский журналист Алексей Пивоваров сегодня объявил об увольнении значительной части сотрудников своего проекта «Редакция». Кроме того, журналист передаст юридические права на телеграм-канал Пивоваров команде «Редакторов». Напомню, что в среду Госдума приняла в третьем чтении закон, который запрещает компаниям и гражданам России размещать рекламу на площадках так называемых иностранных агентов. Также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов. Закон принят в полном соответствии с ранее звучавшей угрозой спикера Вячеслава Володина «лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране». По словам Алексея Пивоварова, он был вынужден попрощаться со значительной частью команды, поскольку не сможет больше платить людям зарплату. Ранее о закрытии своего ютуб-проекта «Скажи Гордеевой» объявила журналистка Катерина Гордеева. Это были все новости этой субботы, о которых я вам хотел рассказать. Меня зовут Кирилл Седов. Поставьте лайк этому выпуску, подпишитесь на наш канал, напишите комментарий. Нам нужна обратная связь и ваша поддержка. Всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok